Белая книга обороны. Необходимо реагировать на развитие военных технологий. Я Мюри, Япония. Редакционная статья. Я Мюри, Япония. 30 сентября 2019 года. С ходом технического прогресса растет количество новых угроз, новые ракеты, возможность наносить удары в космосе и в киберпространстве и так далее. Правительству Японии необходимо расширять возможности реагирования. Опубликована Белая книга обороны за 2019 год. В ней приводится анализ обстановки в сфере безопасности, а также говорится о системе безопасности в средней и долгосрочной перспективе. Что касается ядерных и ракетных разработок КНДР, то в Белой книге отмечается, что они представляют крупную надвигающуюся угрозу. Тем самым власти подтвердили, что они по-прежнему относятся к этой проблеме серьезно. У КНДР есть несколько сотен баллистических ракет, в радиусе действия которых находится Япония. С мая этого года Северная Корея провела ряд учений и запускала новые ракеты, летящие по нестандартной траектории, а также ракеты малой дальности, которые поднимаются на небольшую высоту. Это означает, что она повысила технологическую мощь. Нельзя упускать из вида действия, повышающие напряженность в регионе. Силам самообороны и американским войскам необходимо сотрудничать плотнее и укреплять систему отслеживания, а также потенциал перехвата. Правительство Японии взяло курс на развертывание американских ЗРК и Джи Сушор, однако префектура Кита и Магути, где планируется разместить их, выступает против. Следует углублять понимание народа по поводу необходимости создания оборонной ракетной сети. В «Белой книге» выражены серьезные опасения по поводу влияния Китая на безопасность Азии. Китай инвестирует огромные деньги в военную сферу, укрепляя мощь военно-воздушных и военно-морских сил. Китайские военные корабли ведут деятельность вблизи Синкаку. Нельзя пренебрегать укреплением обороны островов Нанцей. Силам самообороны следует развертывать береговую охрану и силы охраны правопорядка на отдаленных островах, а также сохранять сдерживающий потенциал. В «Белой книге» впервые говорится о том, что Россия и Китай разрабатывают беспилотные летательные аппараты, БПЛА, с искусственным интеллектом. В связи с этим прогнозируется, война будущего серьезно изменится. Есть информация, что нефтяные базы в Саудовской Аравии атаковали именно БПЛА. Правительству необходимо воспринимать их как реальную угрозу и разрабатывать методы обнаружения. Россия и Китай наращивают наступательную мощь в космическом и киберпространстве. Япония и США следует поторопиться с контрмерами, выводить на орбиту спутники наблюдения и так далее. Ранее Южная Корея была в «Белой книге» на втором месте после Австралии в списке партнеров в сфере безопасности. Однако в 2019 году ее статус понижен до четвертого места. Проблемы эксплуатации во время Второй мировой войны, а также односторонний выход из соглашения об общей безопасности военной информации ухудшили отношения между странами. Правительство Японии решило не приглашать корейские войска на военно-морской парад, который пройдет в октябре. Необходимо следить за тем, чтобы конфронтация между Японией и Республикой Кореи не сказалась на сотрудничество Японии, Южной Кореи и США. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова